МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВН, студии Евгения Солохудинова. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Экономический эффект более 280 миллионов рублей за 7 месяцев. На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжают внедрять рационализаторские предложения специалистов. Счастье в квадрате в акушерском стационаре Центра охраны материнства и детства с начала 2023 года на свет уже появилось 32 пары двойняшек. Золотой итог выступления. Магнитогорская легкоатлетка Елизавета Егорова одержала двойную победу на первенстве страны среди юниоров в Казани. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Специалисты фиксировали укусы не только кошками, собаками, крызунами, но и обезьянами, сусликами и гадюками. В Магнитогорский травматологический пункт Айболит с начала 2023 года уже обратились 302 ребенка, пострадавших от зубов и когтей животных. Также немало в этом году детей, укушенных клещами. Подробнее о некоторых случаях, а также о том, как правильно действовать родителям травмированных детей, расскажем в сюжете. Перед нами журнал экстренных извещений. То есть мы фиксируем здесь укусы клещей и укусы животных. Животные различные. То есть основная масса – это собаки, кошки, ну и также бывают дикие. Значительную часть обращений в травматологический пункт Айболит составляют жалобы на укусы животных. С начала 2023 года таких случаев зарегистрировано 302. Детей чаще всего кусают кошки, собаки и грызуны, в основном домашние. Но бывают случаи, что называется из ряда вон выходящие. Один из пострадавших пытался сделать селфи с сусликом в поле, за что был укушен. Еще один юный исследователь на прогулке наткнулся на гадюку. Случилось это в начале августа. Встреча с опасным присмыкающимся закончилась для мальчика госпитализацией. Он поступил в связи с тем, что начался отек кисти и покраснение. Это вот одни из признаков укуса. То есть там две точечные ранки на пальчике, а кисть и рядом расположенные пальцы все отекли у него. Опасно в связи с тем, что может привести к летальному исходу, если не вовремя обратиться. Поэтому нужно вовремя приходить. И делается сыворотка прямо в первые минуты. Заведующая травмпунктом Айболит Мария Тимофеева отмечает, летальным исходом может закончиться встреча и с экзотическими животными, и с самыми обычными домашними питомцами. Многие из них могут быть переносчиками опасного заболевания. У нас идут млекопитающие. Считаются все заразны по бешенству. То есть кроме парнокопытных. Даже та же обезьянка, те же ежики. Они считаются как бы контакт по бешенству. Нужно ранки промыть мыльным раствором и обратиться в Айболит. Забинтовать. Никаких ватт, никаких ликопластырей. А нужно сразу же обращаться в Айболит. А тут уже врач дежурный решает, который на приеме, нужна постановка вакцины или нет. 40 уколов живот остались в прошлом. Сейчас пострадавшим от клыков и когтей достаточно сделать 6 инъекций по специальной схеме. Первые три прививки это делается обязательно. Как раз в течение 14 дней наблюдается животное. То есть потом они приносят вторую справку от ветеринара. Если животное здорово, то мы отменяем остальные три прививки. Часто обращаются в Айболит с укусами клещей. В этом году зафиксировано уже 252 таких случая. Клещи разные. В основном везут с Башкирии. То есть это банная, это Абзакова, где отдыхают. К сожалению, наши родители не знают, привиты их дети или нет. По большинству случаев родители сомневаются, что прививка есть, полный курс вакцинации, который делается детям в садике и в школе. А ведь от этого зависит, необходимо ли ребенку будет ввести иммуноглобулин или нет, если клещ окажется энцефалитным. Но в любом случае мамы и папы могут перестраховаться. Родителям дается выбор. Либо вы проверяете клеща, и потом уже приходите при положительных результатах. Мы ставим иммуноглобулин, он делается в течение 72 часов, поэтому там как бы есть запас времени. Либо мы сейчас ставим, это уже тоже решают родители. В детском травмопункте иммуноглобулин ставится всем детям до 18 лет бесплатно, городскому нашему населению. Что интересно, клещи активно в теплое время года, однако могут укусить и зимой. Такой случай в практике докторов тоже был. Пациентка обратилась к ним в декабре прошлого года. Девочка пришла к нам, у нее был в пупке клещ. Это вот он где-то переждал осень, зиму, в вещах. Мы сначала тоже ей не поверили, подумали, что это родинка. Она говорит, нет, у меня нет на этом месте родинка. Когда рассмотрели, там был клещ. Быть осторожнее, не заниматься самолечением и, конечно, ставить все прививки по возрасту. Вот совет специалистов для родителей. Доктора, в свою очередь, готовы оказать всю необходимую помощь, если потребуется. Детский травмпункт на базе Центра охраны материнства и детства работает круглосуточно. Евгения Сылкудина, Владислав Гусев, Телекомпания, ТВИН. Продолжаем программу. Более 282 миллионов рублей за 7 месяцев этого года помогли сэкономить Магнитогорскому металлургическому комбинату рационализаторы. Абсолютным лидером по экономическому эффекту от рацпредложения является доменный цех. Причем, если какие-то идеи внедряются в производство полномерно, без спешки, другие решения принимаются практически в экстренном режиме. Об одной из таких инициатив расскажем далее. Виталий Беденюк уже неоднократно становился героем сюжетов нашей телекомпании. В доменном цехе он работает с 2006 года. Прошел путь от горнового до ведущего специалиста. На его счету несколько десятков рационализаторских предложений, каждая из которых вызвана производственной необходимостью. Эти кадры сняты на доменной печи номер 4. На ней в апреле этого года во время раздувки вышли из строя два радарных уровня мера. Это специальные устройства, которые находятся внутри печи и регулируют уровень засыпи шихты. Он должен составлять от полутора до двух с половиной метров. Измеряет уровень шихты, то есть на каком расстоянии от загрузочного устройства находится шихта. Если мы будем грузить бесконтрольно, не измеряя уровень засыпи, то может случиться ситуация, при которой уровень шихты вырастет и засыпной аппарат, в данном случае бесконтрольно засыпной аппарат лоткового типа, заденет и сломается. Что приведет к более серьезной аварии и к более продолжительному простой печи. По инструкции, при выходе из строя уровня меров необходимо остановить печь до исправления поломки. Это чревато простоем и, как следствие, финансовыми потерями. Было созвано оперативное совещание между технологами и нашелся выход из такой ситуации. На этой доменной печи установлена инфракрасная камера для измерения температуры газов по радиусу на колошнике. Колошник – это та часть домной, через которую идет загрузка шихтовых материалов и отвод газа. И на этой камере также виден уровень засыпи шихты. Было принято решение, что давайте попробуем грузить при помощи этой камеры. Что у нас в целом и получилось. Поэтому печку мы не стали останавливать, а продолжили дальше работать, что позволило нам получить хороший экономический эффект. Благодаря слаженным и оперативным действиям удалось избежать экономических потерь на сумму 29 миллионов рублей. Сложность в том, что будет потеряно тепло, опять же, что вызовет перерасход кокса. Было оценено, что перерасход кокса составит тогда 110 тонн, и как раз такие потери составит чугуна 3500 тонн. В этом и заключался, как раз на этом и основывался расчет экономического эффекта. После успешной работы было принято решение оформить идею в качестве рационализаторского предложения. Теперь, если возникнет подобное неисправность, специалисты доминого цеха будут знать, как действовать. Павел Грисенев, Алексей Витчинкин, телекомпания ТВИН. К счастью в квадрате в акушерском стационаре Центра охраны материнства и детства с начала 2023 года на свет уже родилось 32 пары двойняшек. Из них 5 пар – это идентичные близнецы. Наша съемочная группа познакомилась с мамами Крох, которые находились в тот момент в родильном доме, и более того, стала свидетелем появления на свет двух мальчишек-богатырей. Бригада медицинских специалистов проходит в плановую операционную. Заведующая перинатальным центром Ольга Максимова и главный акушер-гинеколог города Виталий Пеньковский сегодня встречают двойняшек. Они должны появиться на свет через несколько минут путем кесарево сечения. Будущая мама все время операции находилась в сознании. Буквально через 20 минут родились два мальчика-богатыря – Игорь и Марк. Младший из них, кстати, находился в околоплодном пузыре. В народе такое появление на свет называют «родиться в рубашке». У нас родилась дихо-реальная диамнеотическая двойня. Два мальчика. Первый мальчик с весом 3,360, второй мальчик 3 килограмма. Мальчики в удовлетворительном состоянии сейчас пойдут в детское отделение, в детскую палату под наблюдение до тех пор, пока мама будет находиться под наблюдением в отделении реанимации. Как только маму переведут в отделение физиологии, детки пойдут на смешное пребывание. Мама двойняшек до сих пор не может поверить в чудо. Мы с мужем есть 18 лет, решились на ЭКО, и вот с первого раза. Пока чувствую это, пока только всё болит. Марка и Игорь стали 31-й по счёту парой двойняшек, которые появились на свет в акушерском стационаре с начала 2023 года. На момент съёмок счастливых мам сразу двоих малышей в родильном доме находилось трое. Уже в руки схватываются. До этого времени совсем маленькие крошки были. Жительница Агаповского района Диля Максютова одна из них. Её девочки Амиля и Ямиля появились на свет 27 июля. Малышки разные и внешне, и по характеру отмечает мама. Первая родилась сама, вторая встала поперёк, и врачам пришлось прибегнуть к экстренной операции. Для женщины это были уже третьи роды, говорит, готова к бессонным ночам и беспокойным дням. До слёз радостно, конечно, было. Но не думала, что в семьё у нас так получится. Это слёзы радости, конечно. Расти, всё хорошо. Виктория Ивакина своё двойное счастье обрела в начале августа. Её мальчишки Василий и Иван родились с маленьким весом. И сейчас набираются сил под наблюдением специалистов. К детям мама приходит ежедневно, дома, с нетерпением. Их ждут папа и старшая дочь. Там же костюмчики им понакупила, комнату всё подготовила. Для них ждёт. Специалисты отмечают, небывалый бэби-бум в квадрате не может не радовать. Из общего числа двойн 25 родились раньше срока, что, в принципе, для многоплодных беременностей является нормой. Рождение двойни – это большое чудо, большая радость и огромное испытание для всей семьи. В нашем родильном доме, перинатальном центре Гаусс-Самит, в этом году с 1 января по 1 августа родилась 31 пара двойняшек. 5 пар двойняшек – это идентичные близнецы. Дети, которых обязательно один пол, у которых одна группа крови, которые похожи, как две капли воды. У нас родилось три пары таких девочек и две пары мальчиков. Для выхаживания и реабилитации малышей с малым весом в акушерском стационаре созданы все условия. После реанимации крохи воссоединяются с мамами в палатах отделения патологии недоношенных и новорождённых детей. Оно было создано на базе акушерского стационара в 2010 году. К мамам двойняшек здесь подход особый. Женщин учат жить с малышами по режиму, иначе они рискуют ничего не успеть. И, конечно, специалисты рассказывают обо всех нюансах, какого ухода и подхода требуют крохи. Двойняшки очень тесно связаны, поэтому стараемся их положить на столик вместе. На одном столе они лежат или спинками вместе, или они друг друга щупают. Мамы просто переживают, как они не поцарапают. Нет, это связь двойняшек, она вот здесь как раз-таки начинается. И кормление. Если детки побольше, мы их прикладываем к груди и учим кормить. Есть такая методика, когда одновременно можно кормить двух детей грудью. Ну, двойня – это большое счастье. Как мама двойняшек я скажу, что женщинам не нужно бояться. Нужно верить в себя, верить в свою семью, верить в малышей. Они очень сильные, они очень быстро вырастут. Пройдет пара-тройка лет, все будут завидовать. Вы не вспомните, как это тяжело. Если вспомните, то с улыбкой малыши вас одарят сторицей за те усилия, которые вы положили, за те бессонные ночи. Пока готовился к выходу наш сюжет, статистика новорожденных двойняшек пополнилась. В акушерском стационаре на свет появилась 32-я пара таких малышей. Евгения Солхудинова, Евгений Грудев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. К другим темам более 80 производителей собрались в парке Увечного огня. Фестиваль Солянка во второй раз прошел в Магнитогорске. И калории на этом празднике никто не считал. Юлия Бударина узнала, как живется современным самозанятым предпринимателям, которые производят уникальные товары своими руками. Парк Увечного огня – центральная площадка фестиваля Солянка. Посмотрите, как много здесь людей. И все они пришли на запах. Ароматная рыбка, дурманящий хлеб, чарующий шоколад – как не соблазниться. Вот на фестивале все и распробовали. Я начала этим заниматься в декрете. Изначально мое направление были только леденцы. Вдохновилось тем, что они могут быть не как мы привыкли, желтые сахарные леденцы из детства, а многообразие цветов, вкусов, форм. Затем уже появился шоколад и пончики. Это для того, чтобы охватить, решить проблему с подарками. На любой случай возраст. Это довольно интересно. Когда занимаешься любимым делом. Интересно познакомиться с производителями, новыми местными производителями. Вообще нас интересует, как правило, сырная продукция и рыбная продукция. Мы, скажем так, извращенцы по копченостям. И медицина советует отказываться или хотя бы дозированно работать с этим. Но мы так или иначе пока не можем себя в цепкие и жесткие рамки загнать. И благодаря таким мероприятиям, конечно, мы только еще более расхлябы на себя чувствуем. Чему рады несказанно организаторам и сопроводительным всяким людям. Спасибо вам большое, что в городе у нас такое случается. И как можно чаще пусть случается. От павильона к павильону идем пробуем. Чем вы сегодня будете удивлять гаражам? Готовы предложить попробовать жерки. Это сушеная мраморная говядина. У нас четыре вида разной мраморной говядины. Также есть уточка под мандариновым соусом. Праздник музыки, творчества и вкусной еды, уверены устроители, станет доброй традицией. А как иначе? Ведь Министерством промышленности и торговли России «Первая солянка-2022» признана лучшим торговым фестивалем страны. Мы нашли, так скажем, свою изюминку. Это вот, так скажем, уникальность, многообразие. То есть в основном фестивали посвящены какому-то одному продукту уникальному. Да, или одному дню в году. А у нас вот солянка. Вот в этом слове нам кажется, что объединяет все. Вот все наше многообразие, что у нас есть. Мы пришли посмотреть, попробовать вкусные продукты местного. Смотреть творческие работы. Делаю все полностью сама. Вот, ну, это маленькие изделия. Еще делаю большие столы и много всего разного. Все из дерева. Ну, сегодня вы представляете вот именно разделочные доски, да? Я правильно поняла, да? Разделочные доски из четырех разных пород дерева. Карагач, ясень, американский орех и даже вишня. Как выбрали вот это направление производства? Думала о том, что хочется работать по любви, скажем так. Вот, и поняла, что дерево – это то, из чего можно делать очень много разного, красивого и функционального. Мы делаем изделия из кожи. У нас такая специфика, что мы используем натуральную кожу и прошиваем все это самым крепким швом в мире. Как вообще выбрали вот это направление? Как-то шесть или семь лет назад уже жена подарила мне обложку на паспорт из натуральной кожи. Вот такая же примерно работа, как у нас. Ну, мне это очень понравилось, заинтересовало, и я решил попробовать все это сделать сам. Сейчас это уже остановит деятельность. Хороший доход приносит? Ну, нормально. Да мне хватает. Попробовать все и полюбоваться всем, кажется, невозможно, но гости фестиваля старались, как могли. Юлия Бударина, Евгений Грудев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске продолжают гореть садовые домики. С начала года было зафиксировано уже 46 серьезных возгораний. В ряде случаев они закончились гибелью людей. Так, в июле в садовом товариществе «Металлург-2» произошло сразу два крупных пожара. Один из них стал причиной смерти хозяина приусадебного участка. Можно ли было избежать трагедии? Расскажем в сюжете. Глядя на это пепелище, сложно представить, что когда-то здесь стоял добротный дом. То, что он горит, садоводы товарищества «Металлург-2» заметили в половине четвертого утра. Соседи точно знали, внутри находился человек. Когда пожарные приехали, тут уже факел, наверное, был до небес, да? Да, там уже горело, говорит, полностью, все охвачено было огнем. И вот только говорят, что пожарные нашли уже, когда начали разборку в кровати. Причиной возгорания стала неправильная эксплуатация печного отопления. Буквально через пару недель в районе 12 часов ночи пожар не меньше силы вспыхнул еще на одном участке сада «Металлург-2». Два друга, ну с ними еще две дамочки были, потом они уехали. Проснулся, смотрю, вот здесь все дым и сразу пламя. Я выскочил свою машину выгонять. Соседи вызвали пожарные, приехали, начали тушить. Одна пожарная там, другая там, третья здесь, пеной. Ну все потушили. В качестве возможных причин пожара рассматриваются поджог и неисправная электропроводка. Вторая версия возгорания считается наиболее вероятной. Тем более, что старые электрические сети уже не раз приводили к пожарам в товариществе «Металлург-2». Получается, возросла нагрузка. Те провода, которые были проложены, они уже не выдерживают. В 2019 году у нас было принято на собрание решение, чтобы все заменили проводку на СИП-2 на 16. И уличный вот АЭС, это алюминиевые обычные провода. Два провода идут, да, и заходят в дом через гусак. А в доме в основном у многих медная проводка. Соответственно, окисление и все прочее – это риск возгорания. Никто этого не делает, соответственно. Стоит напомнить, что электропровод, проведенный от дачного домика до точки подключения на электропоре, считается собственностью садовода. Его и необходимо заменить на закрытый кабель с оплеткой, что поможет избежать коротких замыканий. Вот только одни садоводы не могут себе позволить такую замену, другие банально ленятся. Как итог, в прошлом году старая электропроводка стала причиной смерти двух человек. Два месяца, как они купили сад, мама, сын, собака были. До этого пришли контролеры. Был составлен примерно такой акт. И если составляется вот этот акт, приглашается каждую субботу, у нас проходит комиссия. Мы как раз вот эти все случаи разбираем, разъясняем садоводам, чем грозит нарушение правил пользования электроприборами и всем остальным. Они проигнорировали, не пришли. И ночью у них где-то замкнула проводка. В три часа ночи соседи справа постучали в дверь, пожар, пожар. Мы все выбежали, хотели тушить все со шлангами, с водой. Но пожар такой сильный был. Они, видать, угорели, а потом вот и сгорели. Пока пожарные приехали, все уже, рушится домик начал. Однако трагедия уроком для других не стала. И с начала этого года по выявленным нарушениям было составлено уже более 200 актов и предписаний о замене старой проводки. Но многими садоводами они так и не были выполнены. В результате самых злостных нарушителей были вынуждены отключить от электроэнергии. Люди не понимают этого вообще, наверное. И считают, что мы их заставляем, что-то требуем. Но да, они должны это делать, естественно, за свой счет. Каждый собственник обязан принимать эти меры. Все. Чтобы исключить вот эти пожары и все остальное. В Госпошнадзоре, в свою очередь, напоминают, что неисправная электропроводка и печное оборудование являются главными причинами пожара в садах. Инспекторы рекомендуют обратить на решение этих проблем самое пристальное внимание. Все-таки уделите внимание печному отоплению, его обслуживанию, своевременному ремонту. Ну и обратить внимание на электропроводку, если она ветхая, давно, соответственно, не менялась, произвести ревизию, замену, дабы исключить вот такие неблагоприятные последствия. Татьяна Артеменко, Евгений Грудев, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. О новостях спорта через несколько секунд. Света Егоровой стала дважды золотым. Две стаирские дистанции, три тысячи гладкие и с препятствиями, получилось пройти красиво и с прекрасным результатом. Зимой воспитанница тренера Ирины Киселевой тоже на Казанском стадионе Центральной уже бежала эти этапы. Но золото привезла лишь одно. И вот первый же дебют в юниорах стал запоминающимся реваншем. Зимой она бежала три тысячи метров гладкие и две с препятствиями. Две с препятствиями она выиграла, а на тройке она была вторая. Ну и здесь, наверное, был реванш такой. Соперницы все те же на манеже. И она зимой могла выиграть, но дала немножечко слабину. И в итоге она на финише не догнала. Чуть-чуть вот она проиграла. Стоять во что бы то ни стало за бегуней из садки с Сусаной Хажиевой и не прозевать ее финишный рывок. Такую задачу поставила тренер Ирина Киселева в первый день соревнования на гладкой дистанции в три тысячи метров. Зимой именно этот момент Лиза упустила из виду. В этот раз дистанцию получилось разложить по-магнитогорски. Я, получается, вела половину дистанции, да. Она вышла за два с половиной круга до финиша. Ну и тренер сказал просто стоять за ней. Вот как и было на зимней России. Получается, на зимней России я от нее отстала в этот момент. А тут я стояла до конца. И остается уже 300 метров. Мне тренер кричит выходить. Я пока не выхожу. Я как бы экономлю силы или что. И когда я уже понимаю, что она начинает от меня убегать, я начинаю включаться за ней. И последние 100 метров это было напряженно. На финише Лиза Егорова показала отличный результат. Менее секунды уступила ей легкоатлетка из садки Сусана Хажиева. А уже в своей коронной дисциплине бег на три тысячи метров с препятствиями легкая и скоростная Егорова финишировала в гордом одиночестве. Первый день выдохнула. Уже все. Ни эмоции, ничего, ни усталости. И на второй день я уже бежала как бы налегке, чтобы просто показать и лучшее время, и хороший результат. Сейчас талантливый тандем. Тренера Ирина Киселева и воспитанниц Елизаветы Егоровой готовятся к первенству России по кроссу, который состоится в октябре в Оренбурге. Трасса достаточно такая рабочая, такая вот классная, мощная. То есть там и в гору, и с горы, и песочек, и пободаться, и поворотики. То есть вот кто... Мы специально готовимся прямо к этому кроссу. Еще несколько лет назад на этом кроссе наши спортсмены проходили отбор на чемпионат Европы. И за 20 последних лет, говорит Ирина Николаевна, магнитка не проиграла ни одного. Верим, что и этот год станет традиционно медальным. Елена Ткач, Денис Иванов, телекомпания ТВН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезная и коммерческая информация, а также прогноз погоды на 9 августа. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин